Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Дачные советы от тети Нади. Сегодняшнее видео я посвящаю розам. И хочу вам показать на конкретном примере, на цветущей розе, как правильно обрезать штамбовую розу. Когда мы видим ее весной, это совершенно другой вид. А вот когда мы видим ее уже распустившись с ветками, тогда, наверное, это будет лучше рассмотреть, как же все-таки нужно правильно обрезать розу. Потому что факт налицо. Итак, видите, вот какая моя роза пышная. Вот она как расцвела. Радует меня уже почти целый месяц. Сейчас я покажу вот на одной ветке. Ну, во-первых, имейте в виду, что штамбовые розы или парковые, их ни в коем случае нельзя обрезать где-то так сантиметров 10-15 от земли. Обязательно их отрезаем где-то на метр. В крайнем случае 70 сантиметров, даже больше можно, по высоте должна быть у вас ветка. Итак, вот показываю. Вот ветка. Смотрите. Вот веточка, видите, вот она. Вот она была у меня обрезанная. Вот здесь вот я ее обрезала. И видите, вот какой размер ее? Где там? Ну, больше метра она длиной. До земли очень далеко. Да? Вот. Значит, теперь показываю. Вот я ее обрезала здесь. И смотрите, сколько пошло побегов боковых. Вот. Вот видите, какой сосветий. Раз, два. Вверху они такие покрупнее. Видите, вот. Самое главное, что это вот этого года. Побеги. Три, четыре, пять, шесть. И, короче говоря, вот я смотрю вот так вот. Сейчас обойду сюда с этой стороны. Если дойти, здесь может лучше будет видно. Если дойти вот до самой веточки, вот эти, вот, то, смотрите, там здесь не видно, нужно, наверное, оборвать. Хочу же вам все показать. Смотрите. Это на стволе каком? Толщезном. Вот этому стволу уже, наверное, лет пять. Вот. И, как видите, вот он пустил боковой побег этот. И на этом боковом побеге я в прошлом году отрезала. А вот здесь показываю вот этот толстый побег, который там видно было. Ой, настолько сложно это все дело. Ну, как-то ж нужно вам показать. Вот, смотрите, вот, дошла я, наверное, видно вам или нет. Видите, вот он. Вот, 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 вот. Тоже обрезан здесь вот этот стол. И пошли вот эти боковые побеги здесь. Таким образом, вы видите, на одной только ветке сколько пошло боковых. И самое главное правильно обрезать. Вот это у меня одна ветка. Вот здесь, вот смотрите, вот веточка раз. И вот веточка два и три. Это уже побеги этого года. Видите, вот они побеги этого года. От земли шли. И они сейчас в бутонах. Вот эти отцветают, которые были на прошлогодних ветках. Так, но имейте в виду, что это веточки-то этого года. Все-все, вот это. Вот они пустили, веточки. И на них цветет вот такая красота. Так что, если вдруг вы обзавелись вот такой красавицей розы, то ни в коем случае не обрезайте ее под самый корень. А делайте так, как я. И тогда ваша роза будет радовать вас целое лето. Вот они сейчас отцветают, а потом у них будет вторая волна. Значит, что я делаю? Я вот эти вот шапочки, вот это вот все, я опять это все срезаю. Ну, сейчас не буду срезать, конечно, потому что она цветет. Срезаю, и потом появляются новые свежие побеги. Вот. Так что такая обрезка должна быть обязательно произведена весной. То, что я буду делать вот теперь летом, где-то, может, через три недели, наверное, да, то, конечно же, я буду опять снимать видео и показывать, как правильно обрезать ее, чтобы было второе цветение. Ну, что ж, если понравилось видео, ставьте лайки. Если хотите видеть дальше мои розы и наблюдать за моей работой, то подписывайтесь на канал. Пока-пока!